Так, ну что же, значит, поэтому еще запишите себе... Так, я просила, чтобы взяли какие-нибудь блокнотики, вы записывать будете немного, но какие-то тезисы все-таки вы будете записывать. Вряд ли я вас сюда выведу, поставлю в круг, потому что вас леговато. Но что-то мы будем, упражнения какие-то делать, если я почувствую, что это вам необходимо. Но для начала запишите трех-четырех авторов, которых вам можно будет, несмотря на текучку жизни, все-таки прочитать. Номер один автор – это Сергей Волконский, издательство 13-го года, не 2013-го, а 1913-го. Сергей Волконский – это человек, который преподавал речь и манеры хорошие у Станиславского. И Станиславский говорил, что самый хороший учебник – это у Сергея Волконского. У него есть такая замечательная книжка «Выразительный человек», вот с нее и начните. А так все подряд читайте, на что она будет. Сейчас есть его переиздание, поэтому я вам это говорю. Раньше не было переиздания, поэтому прочитать его было просто, ну, очень трудно. Вот, ну, вот посмотрите еще, по-моему, Платона, да, у него есть поэтика, по-моему, поэтика речи. Вот что-то такое, посмотрите. И пока все, потому что еще есть Запорожец, фамилия Т. Запорожец, она преподавала в Щуки в свое время. У нее есть такая замечательная маленькая книжечка зелененькая, называется «Логика речи». «Логика сценической речи», «Логика сценической речи», «Логика речи» называется. Вряд ли это можно найти, но это замечательный учебник, где очень просто объясняются самые простые правила, потому что, извините, если мы посмотрим Думу, если мы посмотрим эти шоу всякие, то вы увидите, что там ни логики нет, ни голоса, ни диапазона. Там очень мало, что можно, кроме слов, соответственно, в ряду и тому подобное, что-то найти еще. Очень мало людей, на самом деле, у которых вы можете поучиться. Если у кого можно поучиться, то есть у нас, напомните, есть диктор, она ходит в красных жакетах, она старенькая уже. Ну, как то. Шоцин. Шатилова. Шатилова? Да. Вот у нее вы можете поучиться, особенно девочке, как одеться, как выглядеть и как говорить у Шатиловой. Вот это, пожалуй, единственный человек, один раз мы с ней встретились в одном месте, я не удержалась, подошла к ней и говорю, можно я вас просто поцелую за то, как вы живете и как вы разговариваете. Она очень удивилась этим поцелуем всем. Вот, но тем не менее, просто я, Аллочка, сядь по-другому, вот туда сядь, ладно? Ну, тогда вот рядом с молодым человеком. Хорошо, хорошо. Значит, вот такое дело. Значит, берите первоисточники. Так же, как если вы смотрите по бизнесу какие-то вещи, посмотрите лучше Корнеги, чем смотреть его комментаторов. И подальше от человека, фамилия которого Вагин. Ну, сами понимаете, Вагин по-французски звучит Вагин. А что такое по-французски Вагин, вы можете догадаться. Вот. Он это соответствует своей фамилии полностью. И у него там написано, как манипулировать людьми. Так вот, ребята, я вас всех называть буду ребята, считаю, что все молодые, ладно? Такое обращение. Позволите мне? Позволите мне. Значит, старайтесь быть всегда искренней. Но что нужно? С одной стороны нужна искренность, а с другой стороны, как эту искренность сформулировать, как она должна быть уместна, какими словами ее сказать. Но искренность – это самое хорошее качество оратора. Любая ложь, она вылезает. Вот эти улыбки, вот это все. Вот идет Келли, за ним идет Свитер. И они все так улыбаются. Потому что в книжке написано, что надо улыбаться, не раскрывая вот так. Вот они по книжке идут и улыбаются. А проще как сделать? Вот как сделать, чтобы у вас была улыбка? Ну-ка скажите, кто ответит? Подумайте о чем-нибудь хорошем. Просто посмотреть на человека и искать, что в нем понравится вам. Обязательно что-то найдется. И поэтому у вас будет улыбка живая. В том смысле, что обязательно в человеке, кто бы ни был, не встретился вам навстречу, ищите у него какое-то хорошее качество, которое вас повеселит, обрадует. И просто к нему нужно хорошо относиться. У вас лицо само сложится как надо. А если вы будете ходить в Мирсковая арта, улыбаться, то это все... Причем мало того, они же все учатся по одним и тем же книжкам. Это как в дурака играть. Значит, вот я тебя улыбнусь, я тоже тебе улыбнусь. А вот я тебе рецепиент, ты у меня, а я тебе, значит, вот так. А вот ты это, а я вот это. И получается это какая-то нездоровая игра в дураках. Вот. Лучше всегда непредсказуемость, когда вы искренне, вы всегда будете непредсказуемы, потому что у вас будет своя мысль. И не бойтесь своих собственных мыслей, но постарайтесь их выразить так, чтобы они приносили пользу вашему собеседнику. Чтобы они для чего-то были ему нужны. Понятно, да? Возвращаясь к словам-паразитам. Вот, иди-ка сюда. Да. Я тебе сейчас покажу. Ой, там, как раз, не девочка, а целая тетя. Да. Да, поэтому я как, на ты, на вы как? Он, на ты, Татьяна. Ну, Татьяна, давай, иди сюда. Значит, напишите, пожалуйста, пауза никогда не вредит хорошей речи. Ну, если это пауза, значит, ой, какая красавица вообще вышла. Благодарю, студентка. Спасибо. Она была в речи как. А это была тетя. А? А это была тетя. А это была тетя. А это была тетя. А это была тетя. Да, и Аллочка. Могу расстраиваться. Значит, ноги. Так. Вот перед тобой сидят люди, да? Угу. Прежде всего ты должна поставить ноги. Ноги, встанем, все вместе. Встали. Встали. Могу расстраиваться. А, встали. А. Куда полез подбородок? Вверх. Полез подбородок. Здесь уже струна эта натянута была. Она уже не натянута. И вот голос вышел на верхний регистр и стал жестяным. Теперь натянули ножки А теперь попку зажали Как у Римарка написано Зажмите там пятикопечную монетку В попе все быстренько, не роняем Зажали, натянули коленочки Натянули коленочки Вот И если ты стоишь в такой позиции Прежде всего будут у вас вопросы Почему я волнуюсь, выхожу Вот за сценой поставьте себе ноги И все волнение куда? Уйдет? Где у нас монетка? Вот туда и уйдет Ваше волнение И туда прямо вы загоняете И когда вы встали так И теперь попробовали все вместе Сейчас ты послушай Значит ослабли коленки Вот как мы обычно стоим И говорят расслабься Вот он расслабился Не может птица как лететь Расслаблена она или какая-то птица? Она свободна Когда она летает А когда она расслаблена Она упадет, ее съест любой хищник Понятно? Значит расслабленность Это не то слово Это или спать Расслабились, да Но свобода Не путайте расслабленность Так вот когда у вас зажаты ноги У вас это все свободно Теперь Отпустили Расслабились Расслабились Считайте до 10 Слушай Кто-то еще хочет послушать со мной? Если кто-то хочет Быстро выходите Так Считайте до 10 Считайте Считайте Слух Слух, конечно Нет, вот они Считайте А вы слушайте 4 5 6 7 8 9 10 Вот смотрите Вот это ваша речь А теперь Зажали коленочки Вытюдали ножки Чтобы они красивенькие были И то же самое Теперь Значит Смотрите Очень важно В древнем китайском театре Есть такое выражение Взгляд предшествует Вот пожалуйста Направьте взгляд Вот человек стоит Красивый Вы посмотрели На правильный взгляд А смотреть нужно Куда? В черной точке глаз В глаза Не в глаза А в черной точке глаз Вообще я точно выражаюсь Точно воспринимайте В глаза Вот я смотрю в глаза А теперь я смотрю В черной точке глаз Это разные вещи Вот на кого посмотреть Ну поднимайте руку Вот на тебя Смотри Вот я смотрю в глаза в черной точке глаз. Разница есть? В черной точке глаз ты заулыбалась. Потому что я не смотрю, как ты одета. Я не смотрю, как ты выглядишь. Я не смотрю, чего у тебя там на щеке бородавка. А я смотрю внутрь тебя. Я смотрю в то, что внутри тебя хорошее. И поэтому у нас будет того же контакта. Железный контакт. Все. Просто потому, что я тебе смотрю в зрачки. Поняли? Значит, смотрим в зрачки и голос сразу понимает. Голос все это понимает. Смотрим в зрачки. Считайте до 10, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Разница есть? Разница? То есть это вот как строится ваша сосредоточенность. Голос, он растет. А чего не считаете-то со всеми? Ну что такое? Ну что? Педагогу. Чш, заткнись. Я тут сижу. Все, спасибо. Выходите. Спасибо. Мне нужно, чтобы все работали. Почему я вас так раздражаю? Раздражаю, потому что вы ни хрена не делаете. А вы наблюдаете, что мне тут скажет. А мне не надо, мне нужно, чтобы работали. И любое звено потерянное, пустое звено, чем является сейчас вы, оно мешает общему состоянию. Поэтому, пожалуйста, вы все знаете и выходите. До свидания. Я всегда выяснил. До свидания. До свидания. Хорошо, спасибо. Спасибо. Так, теперь, значит, вот эту дырку мы заполним. Теперь, разница есть сами, как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете сами? Вот когда вы натягиваете ножки, а когда вы расслабляете, как вы себя чувствуете? Когда нацент более уверенно. Более уверенно, значит, голос, аппарат голосовой человека, это весь человек. И если вы, начиная с пальцев, начиная со ступней, не включаетесь в голосовое ваше выражение, вы будете лишние слова говорить, вы будете мямлить, вы будете вякать. А главное, выход голоса как? Через что у нас идет? Что у нас диктует? Где у нас мышка от нашего компьютера? Что у нас мышка? Быстро-быстро говорите, молодежь. Язык. Глаза. Только если, значит, получается, если вот ты кидаешь мяч, вот кидайте мяч. Вы можете так, вот мяч кинуть? Вы не можете? Нет. А речь это то же самое. Поэтому, когда мяч кидаете, во-первых, видите цель, вы видите мяч, и вы даете траекторию движения, правильно? Да. Вот, значит, голос работает так же, как мяч. Поняла? Я с тобой немножко поработаю. Посмотрите. Сюда, вы сюда за все видите. Вот. Давай с тобой здесь обозначим. Вот досочек все видите? Да. Теперь смотрите, как голос работает. Просто вы должны знать, это я вам говорю обыкновенные вещи, которые вам никто не скажет, почему-то. Есть такие вещи, которые вроде они обыкновенные. Вы поверите, что это очень простые вещи. Но их мало кто знает, почему-то. Поэтому прочертите мне траекторию, глаза сосредоточьте вот на этой штуке и попробуйте кинуть туда маленький мячик рукой. Поехали. Вот так. Раз. Считаем. 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 Десять, пять. Раз. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Да. Денис. Как тебя зовут? Денис. Ты не мне звали. Нет. Вы чему пришли учиться? Речи? Так вот она должна слышаться. Скажи мне, как человек. Посмотри мне в черной точке глаз. Доброжелательно. А потом, Денис, ты же не собачонка. Ты красивый парень. И чего ты себя какой-то собачонкой представляешь? Или там умышью какой-то? Ты личность уже. Теперь представься. Меня зовут Денис. Да, я. Я знаю. Значит, что для того, чтобы... Вот, то же самое. То же самое. Дело в том, что в советские времена людей считали винтиками. И было очень много усилий положено психиатрами, государственными деятелями, чтобы человек чувствовал себя незначительным винтиком. И говорили про вот эти вот веник, когда Дина... Значит, прутик. А вот когда вместе... Ну, Том, прутики что ли? Мы не прутики. Каждый из вас это система. Это личность. Это галактика. Каждый веник. Ну, можно так сказать. Да. Значит, каждый... А почему веник? Я согласна с этим определением. Но веник это не галактика для человека. Потому что он такой вот такой. Каждый лучше... Каждый планета. Каждый... Это планета, это мир. И учись так и жить. Вот что ты голову задрал, значит, тебя расслаблены на коленке. Поэтому у тебя голова полезна, не знаю куда. Так. А теперь считаем. Раз. Два. Постарайтесь попасть туда. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Так. Стоп. Как тебя зовут? Вот девочка с краю. Нет вот там. Ирина. Ну-ка скажи мне хорошо. Мне лично. Я зовут Ирина. Вот мне еще значительно хорошо. С уважением. Ты мне... Давай с уважением. Это уважение, когда вы говорите внятно. Давай. Меня зовут Ирина. Ну уже лучше. Но это падает вот здесь. А теперь мне скажи. Вот как. Тебя зовут Ирина. Чувствуешь голос у тебя вот здесь. Мой. А теперь меня так же сделай. Скажи. Меня зовут Ирина. Вот сюда мне направь. Давай. Меня зовут Ирина. Нет. А рука где? Мне 75 лет, я это делаю. Вот так вот. Меня зовут... Давай. Меня зовут... Меня зовут... Нет. Ты смотри теперь, что ты делаешь с рукой. Вот что рука ваша делает, любая часть вашего тела... То есть я сейчас... То, что я тебе делаю замечание, опять я смотрю, что у всех есть. Это все этим страдают, поэтому не считай, что ты хуже всех или что. Вот когда ты делала упражнение, у тебя была такая рука. Скажи, пожалуйста, можно так что-нибудь бросить? Попадет от кого-то и не попадет. Ногам сразу упадет. Понимаешь, нужно держать что-то в руке и бросить это. Вот бросить, чтобы ты видела, что это летит вещь, а ты ее не видишь. Значит, у вас глаза не подключаются. Если глаза не подключаются, если глаза не зоркие, не берут объект, то тогда у вас ни мячик не полетит, ничего. Понимаете, речь оторвана от вашего ощущения пространства. Вы сейчас хорошо понимаете, что я говорю? Да. Или не очень? Да. Вот этим мальчишкам он ничего не соображает. Или понимаешь? Понимаешь. Понимаешь, да? Значит, смотри. Поэтому ты скажи, раз, и что вы... А это уже коллективное сознание. Включили, так, включили коллективное сознание. Все слушают. Давай, считай. Раз, два. Смотри, что она делает. Раз.